Всем привет! Привет-привет! Итак, я просто вспомнила, что у нас на сегодня должен был быть разбор полётов его подсознания, в программах, в которых он застрял на подсознании. Там грубые, сложные программы были. Или он из этого всего выбирается, или как ему выбраться. Боже ж ты мой! Итак, всё-таки, всё-таки, всё-таки я вспомнила об этом. И, 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 и. Посмотрим, посмотрим, также посмотрим, как бы заглянем в подсознание, посмотрим, кто пришёл. Так, всё, давайте по ходу, чтобы я не отвлекалась. Давайте-таки по ходу. Давайте-таки по ходу. Ну что, опять сначала. Я рада всех приветствовать. Привет-привет-привет! Привет! Вот, как-то вспомнила и думаю, вот это же надо было, вот это же надо было. Как так? Итак, девочки, мальчики, пожалуйста, обозначьте своё присутствие лайком, комментом. Чат приветствия. Привет-привет называется, мои дорогие друзья. Ну что, сейчас посмотрим, всё-таки, кто пришёл. Пойдём по этому, смотрим сразу на мальчика, потому что сегодня, ну, уже поздно, уже поздно, как бы, и я хочу всё-таки успеть это всё дело сделать, пока ещё ночь хотя бы у меня не наступила. Как-то так. Поэтому смотрим на мальчика, кто пришёл, его пространство, и будем разбирать конкретно подсознание программы, какие там, что там творится, и куда это всё движется в его пространство. Вот такая сегодня у нас программа. Программа. Ох ты, а чего это у меня в этой коробке? Вот это да. Ладно, как-то я дала маху. У меня в этой коробке под таро лежал ракул. Ну, наверное, так надо. Ворон, игра и иллюзия. Сложная и тяжёлая иллюзия. Или его сознание, или в его сознании, или в подсознании, или в программах вообще жизненных. Сложные и тяжёлые энергии. Посмотрим, то ли... Водно уж. То и падение. Ангел, воздух, мыслительный аппарат. Всё-таки замок. Замок стабильности его жизни. Касаемо, скорее всего, касаемо вообще его... Вообще и в частности. То есть пространство жизненное. Иллюзорное пространство жизненное. Жизненное иллюзорное пространство. Падение, игра в отношении падения. Сброшенный ангел. И, по-моему, там тоже у нас показывалась ситуация, когда ангел, который сбросил крылья, потерял крылья. Насколько я помню, хорошо. Сейчас вернёмся. Сложная печаль. Всадник уже. Всадник к замку. Ну, смотрите, тут, может быть, я не помню. Вы пишите мне, пожалуйста. И вообще, насколько перекликается вот эта информация с той, которую мы вдогонку делаем, так сказать. Но вот тут человек, который прям обязан был прожить некоторые истории в своей жизни или некие попадалово, можно так назвать, в своей жизни, потому что... Хотела уже подсознание посмотреть сразу. Потому что, потому что, скорее всего, скорее всего, это завязано всё-таки на какой-то отработке кармической. Это точно. Потому что падение, потому что ангел, который роняет крылья. Может быть, да, надо было, вытащила эту самую. Да, знаете, что ещё здесь может быть? Здесь может быть ещё душа, которая отправилась в вот такое путешествие, жизненное путешествие, которое взяла на себя, прям обречённость какую-то для отработки. Вот что-то взяла как для отработки или определённо взятую, взятое воплощение, взятую жизнь. Сложности. Просто чем больше, тем лучше. Тоже может быть и душа, которая специально нацепила некую программу, чтобы её пройти. Может быть, у него был вопрос в том, чтобы упасть в... Ну, соскользнуть, назовём это, в некие сложные программы или программы более низковибрационные, дабы понять суть-то дела этой жизни, пространств. Тоже может быть. Тоже может быть. Но факт остаётся фактом. Мы рассматриваем, почему сложные его пространства из подсознания прям... Из подсознания прям как умершлённое тело и как, по-моему, там то ли подселение, то ли ещё что-то такое было. Это сложная, да, башня. Ну, пока попройди распознавание. Пока попройди распознавание. Кто-то из девочек говорил, что очень нравится эта карта. И что там внутри у этого дерева сухого? Да, пруд можно или, как сказать, лотос. Там лотос цветёт белый. Видите? Вот. Белый лотос внутри. Машня. Через осознавание жёсткого процесса пройти вглубь и найти там истину. Вспомнить. Может быть, даже вспомнить всё. Да, лестница. Найти себя. Хорошо. Но это... Это общее как бы... Есть. Потерять крылья и найти. Потерять и найти. Но это мы уже как бы поняли. С этим как бы поняли. Подтверждается. Сейчас возьму и на этом оракуле и на этом оракуле мы ещё раз перепроверим тёмное зеркало. А тут сейчас как бы давайте тогда посмотрим всё-таки, кто же пришёл. Кто же к нам пришёл? Кто же к нам пришёл? Кто же к нам пришёл? Пришёл. Какой я король? Король кубков. Король кубков. Десятка кубков. Десятка с двумя десятками. Здесь у нас дом жезлов. Здесь у нас дом пентаклей. Шестёрка пентаклей. Туз мечей. Шестёрка кубков. Две шестёрки. Смотрите, у нас здесь подтверждается это уровень родственных душ душ и уровень души, родственных душ встреч и этих контрактов. Кармических контрактов и обязательств. Карта мир. Карта туза мечей. Карта мир, которая говорит о том, что время ему решать этот вопрос. Спасибо. Сейчас дайте свет обратно. Пожалуйста. Спасибо. И дом. Это физическое пространство. Это пространство жезлов. Огненное пространство, которое прям, скорее всего, именно идёт разрушение. И там башня. Через некое разрушение такой огненной стихии сжечь прям всё непотребное до основания, потому что будет перерождение, перерождение именно в чём, в чём, в чём. Долгая, долгая, вот долгая паханина. Знаете, вот когда... Это долгая дорога. Однозначно человек, который вспахивает поле. Десятка жезлов. Работа, работа, работа и ещё раз работа. Это всё в энергии, в движении. Вот сюда, по десятке кубков. Десятка кубков – это, естественно, семья. Или всё равно можно говорить коллектив, который заодно. Но мы уже тут смотрим в отношении семьи, тем более мама, папа и ребёнок. В любом случае, карта мир, шестёрка кубков, у нас тоже эти все состояния. То есть, его пространство сейчас наполнено сложными энергиями. Энергиями, которые, скорее всего, вот тут сжигают, очищают, открывают, проявляют вообще всё, что касаемо реально его внутренних, да и внешних, судя по всему, пространств. Потому что карта мир и туз мечей. Этого, скорее всего, ну да, подтверждается, и там был крест. Этого не избежать. Он это, он это, тройка кубков, он это, ну как бы, запрограммировала, душа, скорее всего, запрограммировала в собственной жизни. Слушайте, здесь опять туз, туз мужской, сильная мужская энергия. Тройка кубков идёт в движение, семёрка жезлов. Ему надо, тут переродиться, скорее всего, да, переродиться. карта высшего суда у нас, но колоды, всё-таки переродиться, дабы открыть свои пространства жизни в будущее или защитить от, ну как бы, от нападения, судя по всему. Но знаете, тут уже как бы более интересная всё-таки картина вырисовывается. как я понимаю, на данный момент это немножечко легче, это немножечко легче, чем, чем было. Я постараюсь, так, сейчас мы как бы посмотрим, какие программы и посмотрим, как это всё развивается, как это всё идёт. Потому что не хочу делать длинное видео, не хочу, ну не то, что не хочу длинное видео, ну ладно, всё-таки посмотрим. Подсознание, что у него сейчас на подсознании всё-таки развал и на данный момент. пока подтверждается. Ну это слишком малое время, короткое время. Искусственное сердце, маскарад, паразит и всё тому подобное. Карта, которая говорит о сегодняшней, сегодняшней действии, ну как бы сегодняшнее дело творит будущее. Сегодняшнее творит, ну настоящее творит будущее. то есть пока тут есть сейчас, подождите, клетка, пока какое-то подождите, а почему там тогда тузвичей, тогда кто? Что происходит? Откуда должна идти эта волна? сейчас, 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 среди шипов, спокойствие среди шипов, тихо, если выходит, сейчас, дайте мне, если выходит, так, сейчас я подвину ещё чуть-чуть сюда, потому что, потому что время именно такое закрытие, он пока в маскарадном костюме, и скорее всего, может быть, пляшет всё-таки дальнейшее плясание под грубую чужую дудку, всё-таки под чужую дудку, судя по всему, он под чужую дудку, что ли он не в состоянии прорвать, или как это так выходит, потому что идёт холодное, холодное сердце, искусственное пространство, искусственное пространство у нас сделанное сердце, и м м м м что-то я не допойму, тут как бы выходит всё-таки слушайте, девочки, тут выходит ситуация, но я не думаю, что многим понравится, или многие поймут, может быть, не многие, именно поймут, человек, ангел, который сбрасывает крылья, ангельская сущность, которая, по сути, забывает себя, своё ангелическое присутствие в нём же, я надеюсь, вы поняли, человек, который забывает о своих крыльях, который надевает маску безмолвия, маску искусственного процесса, холодного сердца, дабы выполнить свою роль, зачем ему такая роль, этого, ну, хорошо, можно, можно пойти изучать мир, изучать мир низкой вибрационки, но это как-то, неужели, в самом деле, на настоящий момент, это как-то, это как-то странно, я бы, я бы подумала раньше, в принципе, о том, что наоборот, бы должен встрепенуться, а не идти, брать, брать на себе, вот здесь как будто бы душа взяла на себя обязательство войти в некий пузырь, окружить им сердечное пространство, сделать отображательную поверхность, ну, то есть, искусственного, может быть, даже пространство времени, создавать какие-то левые пространства, подождите, это что, все-таки его, дабы изучить, что ли, как работает пространство, что ли, забыл себя, не надо понять, мне все равно, я не понимаю, он что, вообще, забыл себя, или его забыли, называется, или все-таки забыли, здесь фиктивность, холодность, здесь фиктивность, здесь холодность, вообще холодность, здесь паразит, здесь фиктивность, пространство, все, человек влез в фиктивное пространство, нацепил маску, здесь ограничения полные, выход в, выход в, вот это, человек, который забыл, Ну, даже можно сказать, одновременно и забыл, и человек, который держит свой центр внутри, внутри разбушевавшегося пространства и не выходит наружу, при этом он строит, ну, как бы он должен выстраивать свои миры. Но выстраивает, как я понимаю, он эти миры, и вот тут он это делает, он прям проламывает эту дорогу, он выстраивает эти миры, ну, как ложные, как ложные миры человек строит, по пьемаше. Так, еще две карты, где они, вот они, все-таки объясните мне до конца, это его собственное задание для его собственной души, или, ну, как-то, может, дух так, стоп, по-моему, мигает. Наверное, да, потому что, все-таки, свет подтверждает, мигает, что его дух, ну, как бы, в образе души, зачем, вопрос, зачем, все-таки. Это его собственное тело, это его собственная программа, поглощает, прям поглощает все. У него даже тело реагирует на то, как он, ну, в каком он состоянии, очень сильно у него тело реагирует на это. То есть, по его состоянию и тело, по виду, можно сказать, по образу, в каком состоянии, да, не то, что в каких энергиях, ну, как он находится, как-то, как-то так, как-то туда повели. Хотя, слушайте, да, он может, ну, как бы, одно другое не, смотрите, одно другое не опровергает. Я имею в виду, да, душа могла взять на себя такие обязательства, дабы войти в некую Клоаку и делать там какие-то пространства жизни, потому что надо, да, потому что у нее есть какой-то такой проект, но с волками жить по волче выйти или как-то так, это не отвергает или опровергает именно вот то, что на него, как на елочную игрушку, при этом, на елочную игрушку, на елку цепляют елочные игрушки все, кому не лень, скорее всего, душа внутри, внутри, внутри все-таки душа, вот это чистое сознание, душа, душа не повреждена. То есть я не вижу здесь, чтобы была какая-то, как бы, паучалка сверху о том, что он куда-то углубился совершенно в жесткую минусовку и зарылся до такой степени, что у него идет некое предупреждение на то, что смотри, парень, опа, может быть, смотри, парень, потому что если не выгребешь или еще как-то так, ну или, или сделаешь что-то не то, все-таки по свету говорят, да, смотрите, чего происходит, дайте свет, пожалуйста, мы уже поняли. А я веду к тому, что если тут очень сильно, боже, что-то, я даже говорить не хочу. Я ищу слова, как сказать, мягко это все дело, для неподготовленных, тех, кто слушает. Мягко это, когда душа развоплощается, ну, назовем это так, кто понимает, тот и так понимает, назовем это так. Капелька возвращается в океан. Привозу... Все, хватит. Я думаю, что кому надо, тот понимает. Что он будет делать дальше? Я даже не знаю, тут просто смысла, смысла рассматривать программы и как он будет очищаться или очищается, он, в принципе, идет, поэтому он держит это. А зачем? Почему вы все-таки даете сигнал? Что такое? У меня больше, что такое? Почему вы даете сигналы? Много лжи. Сейчас, сейчас, сейчас. Почему? Почему, если у него такая... Он заигрался. Он заигрался. Он не выдерживает. Он заигрался. Так, секунду, почему дает? Почему дает? Он взял на себя обязательства, душа взяла обязательства, но при этом идет такая... Слишком много лжи, как бы перевешивает все то, что в душе. Уже слишком большая пространство, то есть, что я понимаю, его вот этот пузырь, в котором он находится, что ли, продавливается? Он не чувствует, скорее всего, он не чувствует уже, где он, где душа, что ли, не чувствует, или душа теряет нить. Душа теряет нить, у него, у него то ли ложная корона, которую он себе уже воспитал, вырастил, то ли, то ли привязки какие-то слишком большие. Он принимает одно за другое. Он себя принимает за нечто невообразимое. Слушайте, здесь я не помню, что там было в этом, но тут может быть даже ситуация, которая... Если там выходили зависимости, ну тут человек может окунаться в любые сложно, в любые сложно подчиненные зависимости. Ну, понимаете, кроме всего прочего, здесь могут быть как... Какие-то мании, я просто назову это манией, как какой-то манией, в которую он мог усугубить положение. Рассвоение, развилки, пока на развилке. Проход все-таки умершленный уже. Проход, проход есть, выход на новый уровень. У него очень сложная ситуация на данный момент. Содружество с ним работают. Ему дают возможность, ему дают возможность открыть врата, все-таки очистив, очистив дорогу ввысь, как бы. Но, опять же, подтверждается то, что он очень-очень-очень-очень то ли глубоко влез. Акула воротила. И опять у нас пошел холод. Замороженная вода. Замороженная вода. Король кубков, но в замороженной воде. У него духовность, искривление по вопросу духовности пошла. Вот такая ситуация. Это игра, все-таки это игра. Солнце. Ну что, игра в солнце или, или игра в солнце, или еще, может быть, четверка Пентаклей. Солнце, четверка Пентаклей. Пока неизвестно. Пока вопрос неизвестности, справедливости. И лиса тут выходит. Значит, и так, пока, судя по всему, у него есть некий путь. Все-таки его ведут, потому что он добровольно взял на себя, как бы душа взяла на себя такие обязательства. Это очень сложный вопрос, который он решил решать в этом воплощении. очень сложный. И дабы иметь запасные ходы-выходы, а он их имеет, его все-таки, ну как бы, он не идет, он не идет сам. Он, его ведут. Помогают свыше. Тут, скорее всего, то ли ему, ну, здесь можно прочесть, как в минусе, так и в плюсе. Если в минусе, то эго-система прямо, ну, я уже об этом рассказала. А вот паразитарная... Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, может быть, еще вопрос сожжения. То, что я сказала, вопрос сожжения. Может человек проходить через очистительные врата, через врата огня. И это будет связано, действительно, с высоко... Прямо высокочастотным вибрационным каким-то прохождением вратами. У него будет ощущение, ну, как бы, что все сгорает. А если это самое, боже ж ты мой, физический уровень, то, ну, может, может обжигаться, может как-то... Ну, ладно, все там тоже, как бы... Может проходить очищение огнем. Как-то так. По паразиту мне это надо объяснить до конца. Это система, это система, которая... Которая, которая... Которая, тут все, феникс... Которая, ну, в принципе, усыпляет, скажем это просто... Скажем это просто и коротко. Которая усыпляет, в которую он вошел, сбросив крылья. Да, вот, вот, вот так. Все-таки огонь, огонь, огонь и еще раз огонь. Исцеляющий, испепеляющий, оживающий и открывающий. Давайте тогда все... Ну, сложно, это реально сложно. Вот куда нас повело. Ну, наверное, кому-то... Так, я правильно положила или я чего-то опять... Вроде правильно. О, девчонки, для вас, мальчонки, если кто-то интересуется, с кем-то резонирует, конечно, для вас тоже. Если вы потерялись в жизненном процессе или слышите, когда вас раздваивает под пилой и что такое, скорее всего... Вы задаетесь вопросом, что такое, скорее всего, это вам ответ. Так, что я хотела? Программа для вас совет, разве что. Как-то не хочется мне больше там сидеть, если честно. Ну, потому что это... И вообще такие, такие, я даже не знаю. На такие расклады отдельные, на такие даже не темы, на такой полет отдельный канал надо делать. И даже не канал, а просто это самое, отдельное видео посылать, распространять. Мир десятка кубков все-таки... Можно сказать, что, что ли, к концу, движется к концу это все шествие через отшельника, через отшельника, колесница, познавание своей души, открытие своей души или через, да, через отшельника. И плюс какая-то болезненная ситуация у него должна быть касаемо любви, семьи, родных и близких. Семьи как скрепов, как скреппы. Как-то так. Что, что еще? Давайте несколько слов для вас. И, наверное, все. Ну, просто не хочу. Ой, там где-то... Ладно. Вот они. Есть. Несколько слов для вас. Уверенность, равновесие. Держите равновесие. Смотрите, вы со своими крыльями. Может быть, не то, что не зря, а может быть, даже так надо. Алхимия процесса. Может, продолжается алхимия процесса. Голуби. Голуби духа. Мир любви. Исцеление иллюзорного пространства. Скорее всего, закулисье. Закулисье. Да, ух ты. Пятерка копков. А там она очень все равно перекликается с этим на оракульной колоде. Ой, боже ты мой, жрец. Девочки, этот... Ну, смотрите, в любом случае у этого человека очень сильные энергии. Дом Пентакли. А если для вас, то, скорее всего, вы идете как ваша сила, ваш дух, ваше ангелическое присутствие. Ваши ангелы тоже может быть. Ваше высшее Я тоже может быть. Ну, опять же, кто смотрит в этом направлении, идет в помощь. Обучается жрец и маг. Жрец и маг. Жрец и маг. Такие пус мечей. Ну, хорошо, семерка повешенный. Он... Это время, отданное в жертву хорошо повлюбленным. Это заканчивается процесс. Дом кубков. Девочки, если с уровня души... Смотрите, на уровне души вы так же... Ваша душа прекрасно знает. Если вы глубоко копнете, посидите в тишине, задавшись этим вопросом и послушаете, вам ваше же высшее Я даст ответ в том направлении, что вы... Что вы знаете, ну, как бы, что вы предполагали, вот, какое-то такое развитие, или знали, или чувствовали, или... В каком направлении идет этот человек, этот человек должен открыть в себе творящую природу. В принципе, творящую природу этот человек. Но идет некое отсечение и выбор, выбор в дом духовности, дом любви через влюбленных, через... Через, ну, как бы, близкие, родные энергии. Но определенную жертву, король кубков, все-таки, определенную жертву надо было принести этому иллюзорному пространству, которое он выбрал, в которое он выбрал войти. Скорее всего, скорее всего, это будет его действие по закрытию, или отсечению, или преобразованию вот этого пространства. Очень большая сила в женской энергии для него, вспомогательная. Любовь, любовь женщины дает ему возможность, да, любовь женщины дает ему, ну, как бы, женская энергия, дает... Она как этот, как фонарик, как маяк. Он, он может уйти, я не знаю, в самую, в самую, в самую, в самую, в самую, в самую клаваку, но эта любовь, она все равно где-то ему как фонит, вот это как, я не знаю, палочка-выручалочка, или, ну, ну, я не знаю, звезда, путь звезды, одна звезда в темном небе, ну, по которой он задается вопросами, или еще что-то. Да, даже больше. Даже больше. Даже больше. Тут с уровня духа на уровень душе выходят спасательные энергии его женской силы. Ну, может быть, он принимает это за... Ну, если принимает, если он уж такой умный по магу и по жрецу, что это его внутренняя анима, может быть, но... С одной стороны, это так и есть, это инь и янь... его внутреннего процесса. А с другой стороны, это пашкубков. Это открытая любовь, вот такой открытый жизненный уровень женской, все-таки женской энергии. При... Потерялась, да? Все-таки при пустой комнате. То есть, это комната, которая есть. Смотрите, это обиталище, это пространство, которое есть. Но пока в нем, ну, как призраки, что ли, духи физического тела в нем нету. То есть, есть ощущение, есть жизнь, есть свет, есть комфорт обитания. Но физического, как бы, проявления там... При том, что это, да, это род, опять десятка кубков. Смотрите, это род, это корни. То есть, однозначно, я могу здесь говорить, да, и переоценка. Однозначно здесь эти... Боже, как его... Родственные души. Родственные души. Ну, или... Семья с корнями. Ну, и все, выходим на этот процесс, который он должен, в принципе, осознать и трансформировать. Вот такое вот дело. Еще может быть, что это не... Не одноразовая акция вот этих воплощений и развоплощений по... Этому, по жизненному процессу, да. Не одноразовая акция. Это своего рода обучающий жизненный процесс, который выбрала душа по образу судьбы. Идти, идти и еще раз идти. Вот все то, что Паш Пентаклей. Все, карты просто подтверждают. Вот такая ситуация. Видите, девочки, повели нас немножечко, как бы, по-другому. Хотя, еще раз говорю, не то, что по-другому, более, еще более глубже, чем предполагалось. А предполагалось, что его там травмируют, его закрывают, ему делают гадости, ему там еще и еще и еще. Да, показывают чистоту души, которую в случае чего, чтобы он вообще не потерял. И с ним работают по этому... Потому что он, этот, удельный вес уже, знаете, или даже по этому самому... Чтобы он не потерял внутри вот это пространство, которое, пространство чистоты, которое было ограждено, которое было дано для того... Ну, не то, что дано, оно было в ограждении, в закрытии, когда, в принципе, душа спускалась на такое испытание. Для таких целей. Смотреть цели, зачем ему это... Ну, как бы, зачем душа взяла на себя такие испытания? Ну, просто реально. Ну, не хочу. Вот, забвение. Душа должна была забыть себя. Все. Потому что, как я понимаю, выйдем еще на более сложное. Я могу только предполагать, из-за того, что я слышу. Но я думаю, кто разобрался, тот разобрался. Поставьте мне, пожалуйста, там, что вы понимаете плюсики, ну, или минусы. Минусы, если не понимаете. Нет, минусы не ставьте. Ставьте что-то другое. Какие-то плюсики и еще. Ну, что-то такое. Главное, чтобы все-таки удержать его вот это пространство, чтобы он не принимал себя за нечто другое невообразимое. Не воображал. Не воображал. Ну, как-то так. И еще, судя по всему, это действительно сейчас процесс. Процесс. Потому что показали открытая дорога на развилке. Человек на развилке. Сейчас как человеческое существо. И врата. Одни врата идут. Ну, поэтому по оракулу есть открытие. Королева жезлов. Ну, может быть, смотрите, может и женская энергия приведена в боевую готовность по солнцу. Женская энергия. Вот как-то так. Может быть. не протерка пентаклей. Потому что сильно увяз. Может быть. Тройка пентаклей. Много работы. Король мечей. Ой, рыцарь мечей. Десятка кубков. Может быть. Слушайте, тут может шанс сдаваться человеку через вздрючивание его же, через женские энергии. Дева пентаклей. Дабы вытащить его, грубо говоря, из болота. Двойка мечей. Тогда будет со стороны женской энергии, в принципе, или женщины. Ну, вот если вы в контакте. Если не в контакте, то энергии. Если в контакте, то там, скорее всего, между вами чуть ли не жесткая драка по по таким, знаете, по спорным вопросам. Вот до скрежета, до зубовного скрежета что-то кто-то задевает, зацепляет. Еще как-то, ну, вот там прям не то, что перетягивание каната, а вот и туз мечей. Опять, я ну, говорю, прямо аж искры летят, жрица, все. И тут император. Да, может быть. Вот где-то, где-то, где-то такая ситуация. Все, девочки. Все, пожалуйста, там я вас благодарю за работу. Также благодарю за вашу поддержку, за донаты, за комментарии, за подписки. Оставайтесь. Я надеюсь, что вы поняли. Ну, те у меня, кто впервые, да, у меня непростой канал. В принципе, сложно иногда понять, те, кто ищет. Простые ответы на 2 плюс 2 равняется, я не буду говорить, сколько. Ой, вопросы более на эвклидовую геометрию или математику. Как-то так. Вот на это более похоже. Вот здесь такие вопросы мы решаем. Так что, кто впервые, кому заходит, кому понравилось, оставайтесь. Все, еще раз спасибо за вашу поддержку и пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.